Здравствуйте! На 12-м канале новости в студии Дарья Шадриная. В начале выпуска коротко о главных темах. Экологичные и экономичные. На Омске магистрали выйдут еще четыре десятка автобусов на газовом топливе. Когда планируют обновить пассажирский автопарк. Первое золото Олимпиады. Мамичка Виталина Бацарашкина стала лучше в стрельбе из пневматического пистолета. Кто сказал, что стрельба это незрелищный вид спорта? Спортсменка рассказала о планах после Олимпиады и скорой свадьбы. Решил проскочить на красные. Серьезная авария на Ленинградской площади. Пострадал ребенок. Место притяжения для творческой молодежи. Теперь к нам записываются, стремятся. В Большеречи открыли обновленную детскую школу искусств. И когда характер, крепче стали. 7 километров серпантинов, грязевых ванн, подъемов искусства. Омичи попробовали свои силы в экстремальном забеге. На дистанцию вышел и комментатор 12 канала Максим Гречанин. Репортаж от первого лица. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На экологичный транспорт из федерального бюджета дополнительно выделят 613,5 миллиардов рублей по программе «Чистый воздух». Эти средства направят на обновление автопарка. Заменят машины, которые работают на дизеле и бензине. Ждается, что 43 новых автобуса поставят в регион до конца года. Отмечу, что средства для приобретения пассажирского транспорта на Метане в 2021-м получат только 7 из 12 городов-участников программы. Омск вошел в их число. Ну а первые 20 экологичных автобусов вышли на городские маршруты в январе. Они не только показали надежность и комфорт, но и оказались в три раза экономичнее дизельных и бензиновых машин. И к другим темам. Решил проскочить на красный и устроил ДТП. Аварию на Ленинградской площади сегодня спровоцировал водитель Датсуна. Все произошло ранним утром. Двигаясь по улице Ленина, мужчина решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Грантой. От удара иномарка перевернулась. В салоне находилась 10-летняя девочка. Ей потребовалась помощь врачей. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. В Крутинском районе последствия аварии оказались куда более серьезными. Погибло сразу несколько человек. На межпоселковой дороге «семерка» вылетела навстречу и протаранила УАЗ. Воспитализировать пришлось семерых пассажиров, в том числе детей. Виновник жуткого ДТП, а также 29-летняя женщина и 43-летний мужчина, ехавшие вместе с ним, скончались на месте. Позже в больнице умер и 71-летний водитель УАЗа. Как сообщили очевидцы аварии в соцсетях, в свой день рождения он ехал на базу отдыха, чтобы отметить праздник. Что касается владельца «Жигулей», по трассе его машина, по словам свидетелей, ехала со скоростью больше 100 км в час. Мужчина был без прав, лишился их за вождение в нетрезвом виде. Причем уже во второй раз. Однако, невзирая на это, вновь сел за роль. Место притяжения для творческой молодежи. В Большеречье после капитального ремонта открылась детская школа искусств. Здание привели в порядок, закупили новые инструменты и интерактивное оборудование. Масштабное преображение провели по нацпроекту «Культура». В школе будут учиться больше 200 талантливых ребят. Открыты 5 отделений. В честь праздника состоялся и первый концерт. Наталья Бельска продолжит. У жителей Большеречья двойной праздник. Поселку на Севере Омской области исполнилось 394 года. Как подарок – открытие детской школы искусств после капитального ремонта. На концерте перед первыми гостями выступают педагоги и ученики. Максим Принь постигает азы игры на гитаре 4 года. Теперь у него новый инструмент, с которым не страшно покорять большие залы. Особенность в том, что на нем еще есть пульт и сразу же тюнер, что позволяет удобнее настроить и как-то подкорректировать звук. Мария Черникова всего год назад сменила статус выпускницы на преподавателя школы. Окончив Омское училище имени Шибалина, вернулась на малую родину. Объяснять ребятам теорию музыки. Для этого собирается использовать новые технологии. У нас добавилась к классической простой доске еще интерактивная доска, на которой мы работаем с детьми. И она нам дает очень много возможностей разных. Мы можем написать здесь просто год рождения Бетховена, а здесь уже более подробно рассмотреть, даже посмотреть все его исторические моменты, где он был. В Большереченской школе искусств занимается больше 200 ребят. На летних каникулах в коридорах пусто. Но уже в сентябре кабинеты займут будущие музыканты, художники, солисты и хореографы. Такое место притяжения для творческой молодежи в поселке появилось благодаря местному жителю. Цибуля Андрей Нестерович. Талантливый композитор, музыкант. Он играл на баяне и в 65-м году выступил с инициативой организовать в Большеречи первую детскую музыкальную школу. В 77-м году школе предоставили здание, в котором она находится до сих пор. За это время капитальный ремонт ни разу не проводился. Работы начали два года назад. Заменили кровлю, окна, двери и электропроводку. Установили противопожарную систему, обновили фасад. А еще купили пианино, аккордеоны, домры, мольберты. Все, что необходимо для учебы. В прошлом году по нацпроекту «Культура» мы приобрели музыкальные инструменты и музыкальное оборудование на сумму 3 миллиона 92 тысячи. Тоже в нацпроект «Культура», чему мы очень рады. И отношение к школе уже изменилось. Да, теперь к нам записываются, стремятся. Школа искусств в Большеречи стала первой среди учебных учреждений, которые полностью преобразятся по нацпроекту «Культура». На сегодняшний момент 200 миллионов рублей направлено на ремонт и реновацию 34 школ искусств нашего региона. Это не только ремонты. Это то, что у нас проект «Культура» предполагает и поставку новых инструментов, оборудования. Как отмечают педагоги, в комфортных условиях учебный процесс проходит более плодотворно. А потому на предстоящий сезон большие надежды на очередные награды. Ну а следующий, после капитального ремонта, откроется школа искусств в Любино. Праздник здесь пройдет в августе. Наталья Бельская, Сергей Никифоров, 12 канал. Показали стальной характер. Несколько тысяч мячей испытали себя на прочность на дистанциях экстремального забега. В поселке Крутая Горка организаторы приготовили четыре уникальные полосы препятствий на 3, 5, 7 и 9 километров. Участникам пришлось проползать под колючей проволокой, подниматься на стену, карабкаться бокорам и прыгать с трамплинов. Преодолевали мячи и грязевые траншеи, ныряли в ледяные ванны. Своих не бросали, а помогали пройти испытания. Мой коллега Максим Гричанин тоже проверил свои силы. Если июльская жара не кажется серьезным испытанием, настоящий сибиряк Амич обязательно найдет приключения, чтобы показать, из какого он теста. Поселок Крутая Горка на один день превратился в арену для тех, кто не боится сложностей и грязи. 3, 5, 7 или 9 километров. Дистанцию каждый вправе был выбрать сам. Пробежав пару-тройку километров с участниками других забегов, если честно, я уже потерял уверенность в том, что смогу преодолеть свои 7 километров. Но на то он и стальной характер, чтобы проверить свои возможности и доказать самому себе, в первую очередь, чего ты стоишь на самом деле. На каждом километре сразу несколько препятствий. Первое – пройдено на одном дыхании. Второе – тоже без проблем. Самое время подкрепиться, тем более, что сделать это можно прямо на трассе. И снова на дистанцию. Попытка с разбега взять грязевую ловушку провалилась треском, зато получилось очень эффектно. Как и вот этот прыжок практически в никуда. Стальной характер – это не только проверка самого себя. Это, в первую очередь, командная работа. Там, где сам ты не справишься, рука и плечо товарища, а иногда и его ноги, дают шанс на то, что очередная преграда тебе покорится. Залезть по канату было сложно, потому что он после сотни других участников стал скользким. И ты тратишь кучу сил, чтобы за него, в принципе, вцепиться и залезть по нему. Ну и плюс еще помогаешь другим участникам команды. А самым веселым, наверное, было грязевые ванночки. Некоторые из нас окунулись прямо рыбкой в них, ушли с головой, так сказать, в все спортивное мероприятие. И финалочка, когда можно было с трамплина прыгнуть, окунуться в более-менее чистую водичку, просто офигенно. Вообще не устал, то есть дистанция далась довольно легко. Я думал, жестче будет. Мне рассказывали, что тут люди кроссовки рвут, тут одежда рвется, тут просто никто не вышивает на этом. Было очень круто, мне очень понравилось. И погодка такая. Думал, будет жарко. Ну, в принципе, было круто. Вообще огонь. Классное мероприятие. До финиша добрались все. Причем не доползли, а добежали. Хоть временами делать это приходилось еще и с грузом, и на тяжелых ногах после тех самых серпантинов и погружений в холодную воду. Это был стальной характер. 20-21, 7 километров серпантинов, грязевых ванн, подъемов и спусков стоили того, для того, чтобы завивать вот такую медальку. Это было круто. Далее прогноз погоды. Ну, а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Дать их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. По просьбам о мече ярмарка белорусской обуви пробудет в городе еще две недели. Для этого в Омск пришли новые поставки. В ассортименте широкий выбор летних моделей. Обновить можно осенний и зимний гардероб. Поставки напрямую от производителей. Вся обувь проверяется честным знаком. Это подтверждает его подлинность и качество. Натуральная и прессованная кожа, а также ортопедическая стелька обеспечат ногам дополнительный комфорт. Подробности далее. Классическая расцветка. Белые, черные и бежевые модели идеально подойдут к любому летнему наряду. Подобрать обувь могут и любители ярких красок. На ярмарке больше тысячи разнообразных моделей. Босоножки, сандалии и ортопедические туфли. С выбором помогут продавцы-консультанты. Хорошее отношение к людям. Я очень вами благодарна. Купила у вас аж три пары обувки. Комфортно. Красиво и модно. А еще так померил, хорошо, нормально. Она принесла вторую. Говорит, вот это получше. Все, я взял это. Вся обувь сделана из натуральной и прессованной кожи. Ноги в такое не устают. Комфортно будет и обладателям выпирающих косточек, широкой стопы или страдающих от отеков. В новом поступлении летние, демисезонные и зимние модели. Вся обувь, находящаяся на ярмарке, имеет повышенный комфорт. Осенняя, например, водоотталкивающая. Летняя она дышащая. Нога в течение дня не потеет. При ходьбе нагрузка с позвоночника, со стопы снижается за счет ортопедической стельки. Ярмарка «Белорусской обуви» работает на втором этаже ДК имени Малунцева по 10 августа включительно. Продолжение следует. Северо-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ярмарка «Мёда» в Омске с 12 июля по 8 августа. Ждем вас в торговом центре «Корона» остановка ДК имени Баранова и УДК имени Малунцева. Акция. При покупке одного килограмма мёда, один килограмм цветочного мёда в подарок. У меня на этом всё. До встречи в 17 часов.